Дена как такового в Латвии, Литве и Эстонии вообще нет. Потому что, с одной стороны, в любой момент может начаться война. Кто может начать эту войну, условно, да? Но в целом, я думаю, что процентов, ну, если брать в целом по Латвии, процентов 40 все равно осталось русскоязычного населения. Наносят, значит, просто страшными словами, обзывают Россию, руководителей России и, соответственно, свою родню. Добрый день, друзья! Путь домой снова в эфире. Я очень рад вас поприветствовать после долгого молчания. Дело в том, что дела закрутили, всего вокруг миграции происходит столько, что времени на то, чтобы осмыслить, а еще потом это привести как-то к какому-то знаменателю, не хватает. И сегодня для того, чтобы разобраться в том, что же происходит на Западе такого, почему к нам вдруг усилилось, вернее, увеличилось количество людей, которые хотят приехать, я пригласил нашего верного товарища, соратника, в каких-то проектах даже партнера, Алексея Стефанова. Алексей, добрый день! Добрый день! Для тех, кто не знает, Алексей Стефанов – это международный журналист, специалист высшего класса, особенно во всем, что касается Прибалтики. На данный момент Алексей, как уже много лет повелось, работает на МИА сегодня в подразделении «Спутник» и являлся, насколько я помню, журналистом «Спутник Балтика» или «Балтия». Как он назывался? «Спутник Латвия», но, в принципе, все спутники, которые у нас были при Балтийске – это мы. Да, это я в том числе. Алексей, те, кто тебя знает, наблюдают за твоей деятельностью, наблюдают за тем обилием интервью, которое ты снимаешь, в которых ты непосредственно участвуешь с людьми-переселенцами и потом доносишь то, что они рассказывают дальше. Мы часто видим тебя на «Соловьев Live», мы часто видим тебя на других каналах, где ты выступаешь экспертом по Прибалтике. Вот хотелось бы, чтобы сегодня ты с нами поделился именно своим экспертным мнением как профессионала, ну и, наверное, каким-то человеческим своим мнением, потому что каждый раз, когда ты записываешь интервью, тебе приходится, я не хочу сказать, что залазить под кожу людям, но пропускать их чувства через себя. Вот что происходит, почему у нас сейчас резко увеличилось количество людей из Прибалтики? Ну, на самом деле, даже я не думал, что это количество будет таким большим. Когда два года назад Латвия и Литва, Эстония пробивали дно, казалось, что оно вот-вот есть, и дальше как бы все остановится, ну и, по крайней мере, стабилизируется. Дна как такового в Латвии, Литве и Эстонии вообще нет. То есть постоянно русофобия, вот это военное накачивание, именно истерия военная, которая очень пугает людей, она заставляет просто их уезжать. И, конечно, в первую очередь люди бегут в Россию, ну и про русских людей, конечно, говорю, и тех, кто считает себя русскими или русский язык, для них не чужой, как минимум. Они, конечно, смотрят на то, что их дети растут в такой обстановке. Это русофобия, сейчас вот это вот пошла ЛГБТ-щина, которая очень сильно задевает, и если родители с головой и понимают, что это, и как это может навредить в дальнейшем, конечно же, они продумывают пути отхода. Еще, конечно, вот эта истерия военная очень сильно влияет на то, что просто люди, ну, понятно, опять же, боятся и за себя, и за своих детей, ну, в большей степени за детей, потому что, с одной стороны, в любой момент может начаться война, потому что они постоянно местные средства массовой информации говорят. Причем это в таком ключе подается, что это вот-вот-вот, это буквально завтра, ну, и, естественно, в том ключе, что это Россия нападет, но при этом все эти военные учения, вот это вот создание полигонов происходит, наоборот, в Латвии. То есть, ну, среднемыслящий человек в Латвии понимает, что в воздухе витает такая очень опасная обстановка, он понимает, что, с одной стороны, может быть, не до конца зная, кто может начать эту войну условную, да, но он понимает, видит, что постоянно происходит учение, плюс вот эти вот полигоны создаются. Естественно, это вызывает страх, опасения. Латыши в очень большом количестве уезжают на Запад, русские возвращаются домой. И в этот самый момент получается, что те родители, у которых дети достигли уже, ну, или около призывного возраста, они еще боятся за то, что этих детей тоже призовут в армию, ну, и в итоге все может закончиться очень печально. То есть, русский язык, русофобия, вот эта вот военная истерия, ну, и просто уровень жизни, который очень сильно упал за вот эти два с половиной года последних, это просто катастрофа. Люди выживают, люди, ну, в основном, не все, конечно, есть и зажиточные, и богатые чиновники в основном, конечно же. Вот, но в целом получается, что каждая семья, она вынуждена считать эти деньги, чтобы в первую очередь заплатить за жилье, за коммунальные услуги, на продукты, и потом, если что-то останется, то, может быть, еще на какие-то вот развлечения или просто отложить, пытаться отложить куда-то еще в запас на черный день. Слушай, у меня сразу возникли пару таких вопросов, маленьких, как уточнение. А берут ли вообще граждан, у которых есть российские или русские корни, в армию? Русских берут, с паспортом российским, конечно, не возьмут. И сейчас пошла такая волна, что неграждан, ну, статус неграждан, если про Латвию и Эстонию говорить, то вот со статусом неграждан, скорее всего, не будут брать в армию. Ну, это пока все тоже непонятно. С одной стороны, мобилизации же нету, как таковой. Сейчас вернули срочную службу, обязательную, но она тоже такая, пока еще непонятная. То есть там есть и добровольцы, и вот если брать Латвию, там очень смешная ситуация, там идет лотерея, и военачальники вытаскивают билеты, и на них фамилии этих детей, ну, подростков, как назвать, людей, которые должны служить. И часть из них бегает, конечно же, не хочет служить. Кто-то уже давно на Западе живет и просто игнорирует. И вот если опять же про Латвию говорить, пока не могут понять механизм этот установить, как наказывать. Там какой-то штраф очень небольшой, пока денежный, это никого не пугает. Вот они сейчас думают, как заставить. Как заставить любить Родину и проливать в нее кровь. Это вроде, с одной стороны, смешная вещь, что такие мероприятия проводятся, а с другой стороны, это ведь страшно. На самом деле, это же судьбы людей, это дети, это чьи-то отцы. И неприятно слышать такие вещи. А когда задумаешься о том, что там могут быть русские, которые попадут, в принципе, под какой-то той или иной алгоритм и вполне возможно их заставят что-то делать против своих же, но ведь это на самом деле страшно. А сколько наших вообще там проживает? Насколько может быть великим или большим, или может быть средним или маленьким тот мобилизационный резерв, о котором мы говорим? Там ведь людей не так много осталось. Ну, так трудно сказать, потому что молодежь, она правда уезжает, и только успевая закончить школу, скорее смотрит на Запад, ну, в основном. Кто-то выезжает в Россию, ну, не так много. К сожалению, есть вот эти припоны бюрократические, которые отталкивают молодежь. Именно если брать не родителей с детьми, а именно вот саму молодежь, которая уже самостоятельно и выбирает для себя дальнейший путь, ну, они, как бы, конечно, хотят по пути наименьшего сопротивления. Тут сел на самолет, прилетел, и там просто оформился, что ты работаешь в другой стране – это одно. А получить визу, прилететь, ходить по инстанциям, получать документы, законность свою доказывать – это уже сложнее. То есть это, конечно, к сожалению, отталкивает молодежь. Ну, сколько именно молодых людей там сказать сложно, но они, конечно же, есть. Русских очень много, все равно, как бы там ни говорили, что бы ни хотели думать. В целом, я думаю, что процентов, ну, если брать в целом палат, процентов 40 все равно осталось русскоязычного населения. Этот термин русскоязычный вводили в свое время не случайно, чтобы показать, что вроде не русские, а русскоязычные. И часть этих русскоязычных, к сожалению, да, они стали, ну, так называемой вырусью, да, то есть люди, у которых как бы и нет родины как таковой, они пытаются быть всячески лояльными к той власти, которая есть, именно к власти, соответственно, поддерживать все эти русскоховские законы, поддерживать абсолютно любое решение, которое принимается, и еще как бы выговаривать и осуждать таких же русских людей, которые живут и совершенно не хотят подстраиваться под ситуацию под сегодняшнюю. И это, конечно, так страшно и обидно. У меня есть даже друзья, которые живут здесь, а их родственники там в буквальном смысле поносят, значит, просто страшными словами обзывают Россию, руководителей России и, соответственно, свою родню. Но периодически там наступает просветление, но оно такое относительное, то есть человек может вдруг позвонить или написать и сказать, быстро приезжай, у вас там ужасно, там такое творится в России, приезжай, мы тебя примем, простим, но только ты должен по нашим правилам здесь жить. Человек говорит, нет, конечно, зачем мне это надо? Вот так что, конечно, да, такая причина. Слушай, вот к моменту о вырусах. А как так получилось, что мы их потеряли? Как так получилось, что эти люди вдруг стали чужды своей историей, своим корням и решили переменкнуться на ту сторону? Есть ли у тебя идея? 30 лет, больше 30 лет это все внушалось, отбивалось в голову. Кто-то просто даже если, может быть, и думал не так, он находит, у него есть работа. Это даже про моих коллег прямых, можно сказать. Не буду называть фамилии, но в целом люди были абсолютно адекватные. Там мы общались, дружили. Они, более того, многие из них работали на Россию, до, скажем так, СВО. Некоторым даже я лично привозил в конвертики с гонорарами туда. А тут я их переклинил, потому что они работают, они трудоустроены, они просто боятся говорить что-то другое, нежели что от них ждут работодатели. И подстраиваются. Это одна часть людей. Вторая часть людей, они на самом деле, они прошли очень долгий путь фильтрации от подростков или даже от детсадовских детей до уже взрослых, ну, 30 лет, как минимум людям получается, до взрослых людей, которые просто, которых все эти годы латвийские власти переставили, перенастраивали. Родители ими, например, не занимались. Они были предоставлены сами себе. Возможно, попадали в какие-то латышские коллективы, где-то на каких-то занятиях, на учебе, ну, если уже в университет брать, например. Ну, просто это вот прошло переформатирование, и все, они как бы с началом СВО начали как губка впитывать все, что говорит власть, ну, и смотрят большими глазами во рты этих наших, латвийских, точнее, не наших, руководителей, там, или эстонских, или литовских. Ну, и, соответственно, всячески эти нарративы дальше распространяют вокруг себя. Возможно, они думают, что таким образом они построят карьеру, возможно, они думают, что они станут своими. А среди латышей не станут. Очень многих людей таких знают, которые все эти годы пытались стать своими, но происхождение, национальность и, соответственно, даже хорошее знание языка, латышского, все равно их не помогало и никак эту карьеру эту построить. Так что, в целом, это, наверное, закономерно. Поэтому, собственно говоря, и Латвия, и Эстония сейчас, Литва изначально так была, перевели даже русские школы на национальный язык, именно для того, чтобы окончательно вырвать из семьи детей. Потому что родители не смогут уделять так много внимания детям, по крайней мере, в какой-то момент просто устанут постоянно переводить в одну сторону, в другую сторону, упустят момент, ну и все как бы. Ну и плюс история, которая там преподается, плюс эти вот визуальные, все эти стенды, герои, там, латышские, эстонские, литовские, которые совсем не герои, но их сейчас на пьедестал поставили. Конечно, это тоже где-то в голову вдалбливается. И снос памятников в начале советских, а теперь уже русских, поэтам, питателям. И вот сейчас конкретно в Латвии, оставшиеся империи со времен Российской империи, памятники и какие-то знаковые там таблички, камни. Это тоже один из этапов полностью зачистить любое упоминание о том, что Латвия, Литва или Эстония когда-либо имели отношение к России. То есть максимально переписать историю, показать ее по-другому, с другой стороны, с другими героями. И вот это как бы для детей, на детей это, конечно, действует. Если сейчас родители чуть-чуть запускают в какой-то момент общение с детьми или не интересуются тем, что они учат и что им преподают, то ребенка можно потерять запросто, окончательно. И вот. Слушай, ну не может же быть такого, чтобы все население вдруг поддалось такой деформации. Я новости читаю, приходится по роду деятельности знать все, что происходит. Конечно, все мы не можем знать, это физически невозможно, но по максимуму. И когда читаешь такие новости, что Латвия разрешила у себя размещение немецких войск, и при этом закупки в магазинах должны проводиться там по каким-то особым лекалам, то есть магазины, которые предоставляют продукты этим немецким войскам, они будут получать какие-то дотации от государства, будет компенсироваться часть налогов или освобождаться от налогов. Главное, чтобы никто не сказал ни слова. То есть получается, что это же фактически затыкание рта тем, кто может быть его готов был раскрыть. Во-первых, это оккупационные войска, которые фактически будут поддерживать строй, сложившийся в этой стране. Во-вторых, за счет той выгоды, которая сулится им, это же ваши покупатели, а мы еще вам и дотации дадим, это ведь подкуп. С одной стороны угроза силой, а с другой стороны подкуп. Или я вижу это неправильно? Нет, это самая натуральная оккупация, но добровольная. То есть на уседа президент страны и руководство страны просто сдают свою республику абсолютно без боя, без единого выстрела немецким оккупантам. То есть немцы возвращаются на эту землю довольны, счастливы. Не получилось тогда, получается сейчас. Для них же мало того, что вот эти вот льготы, магазины и так далее, там же защищается громадная территория, просто катастрофически вырубаются все деревья, строятся вот эти казармы, вспомогательные помещения. Там же пять тысяч человек будет, и семьи, ну, дети, школы нужны. То есть там полная инфраструктура. То есть маленькая Германия на территории, ну, в принципе, небольшой тоже Литвы. И абсолютно не считается ни с экологией, ни с тем, что это просто привлечет, ну, это фактически уграница с Белоруссией. То есть это может навлечь беду. При любом конфликте, в первую очередь, это вот все сюда полетит. То есть понятно, что они будут бить по нам, но с нашей стороны точно так же полетит туда. А местные жители же никуда не делись, они все равно там остаются, они понимают, что надо уезжать. Я вот был года четыре назад, я уже не помню сейчас, в этом Рудненькая, да, 2020, да, четыре года назад точно. В Рудненькая я общался с местными жителями. Самое такое, ну, наверное, противное, то, что вот эта вот территория, которая сейчас зачищается, в которой будут жить немецкие оккупанты, где будет полигон, где там будет грохот, танки и так далее, это не литовская, фактически, земля, это польская земля. Там живут поляки литовские. А в чем разница между литовскими поляками и поляками польскими? В том, что они друг друга не переваривают. В Литве поляки, они русские, они наши, абсолютно наши люди. Они остались, ну, скажем так, советскими людьми. Они тоже были против выхода Литвы из Советского Союза. И такими остались. И вот все эти 30 с лишним лет Литва и мстит. Постоянно ущемляет в правах. В какой-то момент им разрешают, но они добиваются международной инстанции, таблички, например, на домах на двух языках вешать. Польский и литовский. Литва запрещает, таблички сносят. Потом они добиваются какой-то автономии, и начинается на них давление. Вот этот Рудненькай использовался, когда был массовый наплыв мигрантов. Африка и все эти страны, когда из Белоруссии пошла очень большая толпа людей, и ничего не могли с этим сделать, Литва вначале принимала. На территории этого полигона, который сейчас расширяют в Рудненькайе, и там в других соседних местах, там устраивали лагеря этих нелегальных мигрантов. Но их же содержали фактически не так прямо. Они, да, как будто за колючей проволоки, но они уходили и гуляли. И получалось так, что местные жители просто уже боялись выходить на улицу, потому что, ну, можно себе представить, фактически деревни, частные дома, хозяйство, никто ничего не закрывает, все открыто, ни калиток, ничего, ну, как бы все свои. И тут ночами, вечерами ходят очень такие темные люди, скажем так, подозрительные, которые хотят, естественно, что-то там где-то взять, потому что их держат, содержат, в принципе, в таких лагерных условиях, и когда они оттуда уходят, начинают пытаться что-то где-то украсть. И они реально боялись, и они создавали целые прямо как, ну, ДНД там, или как это назвать, не терробароны, потому что без оружия, но, ну, просто мужчины сколачивались в компании и ходили там, ну, может быть, с дубинками резиновыми, только если, ходили по территории и охраняли ее от этих непонятных людей, потому что, ну, там, дети, девочки. Не людей охраняли этих непонятных, а своих людей от этих непонятных. Да, защищали себя, и очень многие тоже тогда мне рассказывали, что они вот уже на грани, хотят уехать оттуда и куда угодно. Даже в Польшу, хотя у них взгляды другие, но потому что, ну, у них карта полика у всех, конечно же, были, поэтому просто было это сделать. Но сам факт, что они не понимали, как продать даже недвижимость, потому что никому она уже не нужна. То есть в тот момент были эти мигранты, сейчас вот строят полигоны. Это понятно, что, ну, не дай бог, что все, этой недвижимости не будет. У них только не компенсируют, конечно же. И я боюсь, что сейчас они оттуда все будут уезжать. И вот это именно такая месть тоже, в том числе, литовской власти, полякам, которые оказались независимыми со своим мнением, ну, и, конечно, немножко с какими-то амбициями, что Вильна – это их город родной, а никакой не Вильнюс. И вообще Вильнюсский край – это все их земля. И вот территория, которая на границе с Белоруссией, тоже их земля. И тогда вот они с мигрантами начали им пакостить, сейчас с полигоном этим пакостят. Ну, видимо, они остановятся. То есть как бы, если из Латвии и Литвы выживают русских, то, то есть из Эстонии и Латвии выживают русских, то, соответственно, в Литве поляков. То есть русских там и так мало, а поляки, они что-то представляют из себя. У них есть свой евродепутат, у них есть своя какая-то такая серьезная община, и они ее пытаются, конечно, разрушить. Ну, это что касается Литвы и немецких оккупантов. Немного похоже на ситуацию с венграми в стране 404, которые являются большой этнической группой, но нельзя сказать, что они стопроцентные венгры. Слушай, ты этим ребятам передай наши контактные данные. Вот они сзади, кстати. Мы им попробуем помочь, пусть они к нам переселяются. Тем более у нас же есть новый указ президента о том, что эти люди теперь смогут подавать документы в упрощенной форме, если их выживают. Достаточно бумажки, подтверждающие, что тебя выжили оттуда, и ты можешь подать в России документы на репатриацию. Они, кстати, попадают у нас под репатриацию, потому что Литва и Латвия у нас, даже не под репатриацию, а под соотечественниками, потому что Литва и Латвия это у нас бывшие республики Советского Союза. Соответственно, они имеют право на то, чтобы переехать в Российскую Федерацию. У нас вообще сейчас очень много указов и законов выходит, которые будут помогать людям из-за рубежа переезжать. Так что контактные данные обязательно им пиши, мы им всем поможем. Про Литву мы поговорили со стороны того, что размещаются там войска. А в целом, по Литве, насколько я знаю, там количество русских людей, вот именно русских, гораздо меньше, чем в той же Латвии. Там в разы было количество в процентном соотношении к, скажем так, народу литвинов называть и латышей. Литвинами, они, кстати, с этим термином у них там есть конфликт. Они это очень любят. Это белорусы там заявляют свои права на литовскую землю, и литовцы за это очень бесятся. Ну, не жалко белорусы, но они теперь уже тоже для них очень опасные люди. Они постепенно их начинают выдавливать очень большие. Так вот, получается, у нас в Литве в целом меньше именно русских людей. А в Латвии все-таки из этих трех стран в Латвии больше всего, правильно? Или все-таки в Эстонии больше? Нет, в Латвии была примерно 50-50, да, а может быть даже если брать Рибу там, то еще и выше, там процентов 60, наверное, было русских. Ну, в целом 50-50. В Литве было примерно 15%, но это вместе с теми самыми поляками, которые как бы русские. Вот, и в Эстонии, ну, четверть примерно населения была русскоязычная. Там есть такой странный термин, эстоноземельцы. Я его не могу для себя никак переварить и тем более это писать. Но русских людей заставили это писать, и они считают, что мы эстоноземельцы. Ну, как-то вот не укладывается. Так же, как русскоязычные, я тоже привык в Латвии так говорить. И только оказавшись в России, я понял, что этот термин придумали нарочно, чтобы нас вот сделать непонятны кем. То есть мы кто? Русскоязычный, просто язык, все остальное. Никакой связи нет ни с исторической родиной, ни с Россией, ничего. Это все, конечно, сознательно делалось. Видимо, это работали все эти соросовские конторы и прочее. Вот если мы сейчас остановимся на теме количества населения, русскоязычного, как бы ты его ни назвал, но это люди, которые все-таки имеют связь с нами, с Россией. И насколько я знаю по своему пребыванию в Европе и проживанию там, и насколько мы знаем от людей, которых сейчас очень много переезжает, именно эта категория населения является самой трудолюбивой. И работают на самом деле на всех на фабриках еще оставшихся и в сельском хозяйстве. Работают, я не хочу сказать, что только русские, но большое или в некоторых местах даже большее количество рабочих мест занято именно этими людьми. Что произойдет, если эти люди не в раз, но вот в средней перспективе покинут эти страны? Кто там будет работать? Ну, это, кстати, да, закономерная ситуация. Почему? Потому что в 91-м году у нас же произошло это четкое разделение. То есть появились чиновники, политики, которые были, естественно, националами. То есть это были национальные кадры. Если даже про Латвию брать, у нас появился такой термин «профессия латыш». То есть даже если какой-то бизнесмен создавал какую-то компанию, он обязательно, это было обязательно условие, он брал себе помощники в замы латыша. Мог быть совершенно тупой человек, абсолютно не понимающий ни в бизнесе, ни в чем, даже говорящий коряво, даже, ну, в смысле, не умеющий грамотно не писать, не говорить на своем родном языке. Но он был нужен для того, чтобы улаживать все дела. То есть как только приходила проверка, а, латыш, там все по-латышски, ну, нормально, все, окей, разошлись. Вот, эта профессия была. То есть почему русские люди такие трудолюбивые? Потому что их просто выкинули за борт, они должны были постоянно выживать. Они тем самым, как бы, выживая, они предпособились к ситуации, и поэтому они такие трудолюбивые, потому что им просто так пришлось жить. А потом они вошли уже в эту привычку, это осталось, она, естественно. А брать, если национальные кадры, конечно же, до сих пор вот эта молодежь, которая даже остается, в основном она метит в чиновнике и в политике. И так, чтобы зайти, попасть в какой-то эшелон, и потом перескочить в Брюссель. Вот, то есть карьера только такая рассматривается. Все остальное неинтересно. А поэтому тот, кто не попадает в эту обойму, те просто выезжают, ну, опять же, назад. Почему нет молодежи в этих странах? Соответственно, если все наши уедут, вот прям в один день соберут чемоданы и все оставят, то кормить вот эту армию чиновников и эту армию политиков просто будет некому. Я не понимаю, почему они сами вот до этого до сих пор не додумались. Ну, наверное, они додумываются, но они ждут подачек от Евросоюза. Ну, как бы, они же выполняют какой-то там приказ, наказ, совет и так далее. То есть цель сейчас всячески избавляться от русских, они избавляются. Они понимают, что уезжая, уезжая же не по одному человеку, обогоняют одного, а уезжает вся семья, причем могут нескольких поколений. Соответственно, уезжают рабочие руки, уезжают налоги, которые будут неуплачены, уезжает будущее страны, всех трех республик, если брать. Соответственно, как они будут жить дальше, я не знаю. Но вот чем больше я пишу об этих людях, которые делают интервью с людьми, которые уезжают, я тем больше радуюсь за то, что они уехали, они будут приносить прибыль и доход России, а Латвия, Литва, Эстония будут, не знаю, там как мишки, сосать лапу и сидеть и ждать, когда им подачку даст Брюссель, которая тоже сейчас в не самом лучшем положении, и не сегодня-завтра тоже может начаться очень странное событие, когда просто они не смогут никого уже кормить и распределять эти финансы, которые пока еще где-то там у них есть. Я, кстати, про Брюссель буквально вчера прочитал новость в немецких источниках, потому что я читаю новости в немецкие, о том, что Брюссель готовится выйти из соглашения по беженцам, которое он подписал с Евросоюзом. Германия ввела с понедельника ограничения на въезд и выезд, вообще на передвижение на своих границах. Когда такие новости читаешь, даже не верится, что это сегодня, Россия сегодня, а это Европа сегодня. Новости, которые раньше можно было прочитать только в желтой прессе, когда там НЛОшники захватили кого-то, ему там в голову что-то вложили, и вот он исполняет какой-то приказ этих высших разумов. И когда читаешь новости про экономику, если такие мощные страны, как Германия, Франция, начинают загибаться, если у них не хватает денег на то, чтобы содержать свою социальную систему, приходится урезать, где-то экономить, то что мы можем сказать про страны Прибалтики, где по разным оценкам, там 2, где-то кто-то говорит, 3 миллиона человек всего осталось в этих странах. Понятно, что родилось там больше, просто они все уехали куда-то. Вот что можно сказать о них, как об экономическом факторе, ведь если даже там 3 или 4 миллиона человек, которые разбросаны по территории, на которой ничего практически не производится, ведь это потенциальная голодьба, которая вскором пойдет просто попрошайничать. Да, кстати, вот про эту границу, просто на этом хотел тоже остановиться. Очень смешно было, я тоже Прибалтийскую прессу читал, и там прямо была истерия, они прямо стали переживать за то, как это так, мы же в общем союзе, почему это немцы себе такое позволяют? И это прямо видно было, что они как бы хотят это замылить, особо сильно не поднимать волну, но некоторые журналисты прямо активно эту тему раздували, что как это так? Вначале они возмущались, что в Венгрии там что-то хотят ввести, какие-то облегченные возможности получения вида на жительство россиян у них в Венгрии. Возмущались очень сильно, потом Германия тут начала как-то себя вести странно, закрываться от всех. Тоже началась там эта истерия. Да, не знаю, это правда очень мало людей. В Латвии, если брать Латвию, там, наверное, осталось полтора миллиона реально, потому что все эти переписи населения последние были, люди имели возможность, находясь в Ирландии, в Англии, где угодно, заполнять все это электронно, как будто бы они находятся в Риге, но они даже не собираются туда возвращаться. А в Эстонии, дай бог, миллион. Ну, в Литве, вот самая Литва была самая большая всегда, сколько там осталось? Ну, может быть, там два с половиной, может быть, два. То есть тоже, да, разные оценки, но правда там очень-очень мало людей. Поэтому, как они будут дальше жить? Все свои производства они загубили, а оставшиеся постоянно закрываются. Причем я заметил, что особенно активно в Эстонии. В Эстонии прямо вот я у себя там пишу в телеканале, история успеха, да, там прям рубрика такая. И вот одно предприятие закрылось такое, второе закрылось, третье. Там старейшая, там, сто лет выжила, сейчас не смогла и так далее. И постоянно-постоянно закрывается. Даже в Латвии, может быть, не так, не знаю. Может быть, в силу каких-то, вот опять же, этих пока что убежавших россиян, которые что-то там еще свои накопления тратят. Может быть, они как-то поддерживают экономику. Но тоже все это недолго, потому что, с одной стороны, это как бы хорошие русские, а с другой стороны, их тоже очень не любят. Как история там с Хаматовой и прочими-прочими. Там прямо идет такая волна. То есть пока их терпят, но периодически поднимается, вопли на болотах и их хотят изгнать. Как это с агентом дождем сделали в свое время. Это, конечно, тоже показательная история. Я сейчас могу ошибаться. 12 лет, кажется, в России проработала, а три месяца компания в ужасных антидемократических условиях, с ущемлениями, затыкали как будто бы МРТ. Три месяца пожили в Латвии, мы просто раз и все, вылетели как пробка. Просто их взяли, закрыли, запретили и все. И причем вся Прибалтика сразу, как-то они друг за дружкой сразу побежали. Кстати, журналисты дождя обращались к нам еще год назад. Нет, это же не год, больше. Это было почти полтора года назад. Они обращались к нам, хотели выяснить, что же происходит такого, почему люди вдруг стали возвращаться из Европы. Конечно же, мы их отшили, но сам принцип того, что я общался лично с этим журналистом, пока мы не выяснили, кто это. И то есть девушка реально хотела понять, что же происходит, как можно возвращаться в Россию. А теперь получается, что об этом не говорит только немой. Все видят, что возвращается в Россию именно из европейских стран. И когда ты сказал про Эстонию, что у них там сейчас закрывается больше всего, у меня здесь есть теория. Не знаю, как она подтверждаема или не подтверждаема, но чем ближе страна к стране 404, тем больше денег она получает от Евросоюза. Ну или там от заокеанских товарищей. Вот Эстония находится просто там чуть ближе, чем Финляндия. И то в Финляндии хотя бы там военные базы сейчас строятся, поэтому и закрыта граница, чтобы никто это не видел. Но вот Эстония, она получается и не Финляндия, где выгодно расположить военные базы, и не та же Польша или Латвия, которые через себя просто пропускают большое количество транспорта военного. А это же все-таки, если проходит транспорт, это люди, это какие-то там деньги на дороги, на инфраструктуру выделяются. И вот эстонцам, наверное, в этом плане не повезло. Они на отшибе. Мало того, что они на отшибе, так они же сами себе еще в ноги выстрелили, когда стали закрывать КПП на границе. Да, финны вообще перекрыли, а эти тоже там, зачем они сделали это? Там в этой несчастной Нарве люди часами стоят, а несколько КПП закрыто. То есть вот мне буквально в интервью недавно мужчина, как раз он из Финляндии ехал, он гражданин обеих стран, и Финляндия, и Эстония. Но из Финляндии ехал в Россию, туда вернулся. И он как раз-таки думал, что через Латвию, он знал, что в Эстонии долго стоять, он подумал, что через Латвию будет проще. А потом оказалось, что на машине переехать, что через Латвию, что через Эстонию, не меньше шести суток, а то и больше. И он отстоял, он там семь, по-моему, суток потратил. Только разница, правда, в том, что эстонцы чуть-чуть молодцы, ну, больше молодцы, чем латыши. Латыши вообще ничего нет, просто поле и даже сортира нет, там, беги в лесочек. А у эстонцев там какие-то магазинчики, какие-то кафешки, ну, хоть что-то. Хоть как-то эти шесть суток можно провести, а не просто сидеть в машине и ждать, когда там чуть-чуть дергаешься, подъезжаешь. Вот, так что, ну да, эстонцы они какие-то, ну, тут очень там далеко, они находятся. У них хоть... Давай поговорим о тех людях, с которыми общаешься ежедневно ты. Мы понимаем, что из предыдущей части разговора можно вычленить это, что там полный разброд, анархия, теперь еще и военная оккупация добровольная. И что ситуация, по моей оценке, надеюсь, что ты меня поддержишь, приведет к тому, что часть людей, которые говорят по-русски или на самом деле считают себя русскими, либо уедет сейчас заранее, поняв, что дальше лучше не будет, либо будет в какой-то момент выдавлена оттуда, но разово, то есть пойдет какая-то там большая волна. И я считаю, что это уже не за горами, когда этих людей начнут физически оттуда выдавливать. Я надеюсь, никто не будет с вакелами и вилами ходить, ограничиться все-таки моральным давлением и психологическим. Но вот эти люди, которые двинутся потом, мы не знаем, что они ощущают. А вот те люди, которые уже сейчас переехали, вот какая самая больная у них заноза в душе, вот они же делятся с тобой переживаниями, часть за кадром. Что же вот для них явилось той последней чертой, перешивнув которую, они сказали, все, здесь мне не место. И понятно, что ЛГБТ, дети, это все вот общее. А вот меня интересуют именно частные случаи, когда люди сказали, вот там после того, как у меня отобрали хлеб, или после того, как я не смог себе купить колбасу, вот что является последним пинком. Я думаю, что этот вопрос многих сейчас интересует. Потому что целый, вот как бы цельный информационный фон, он негативный. Но все равно нужно, чтобы у каждого был свой пинок. Вот расскажи о таких пинках. Ну, наверное, самое главное, и это все-таки даже не материальное положение. Ну, мы, наверное, привыкли все выживать, прошли 90-е годы, пережили их. То есть в целом выжить можно, если говорить чисто о бытовой стороне ситуации. Первый пинок и первый вот этот момент, когда люди сказали, все, я не могу здесь больше жить, их было очень много, это когда начали светить памятники наши. Вот когда началось вот это массовое падение всех этих наших стелл, это было очень большое количество людей, которые мне писали, постоянно там звонили, спрашивали, что делать, как переехать. Тогда еще твоя организация еще не была настолько известна, и, видимо, не было возможности общаться со всеми. И просто я тоже как этот 24 на 7 кому-то отвечал, что-то пытался узнать, как-то подсказать, что делать в этой ситуации. Да, и это был очень-очень первый такой звоночек, что все, надо уезжать. Вот. Опять же, материальная, конечно, тоже ситуация для очень многих влияет. Ну, те, кто столкнулся с проблемами именно этого характера, им даже переехать-то сложно. То есть, чтобы переехать, тоже надо, все равно нужны деньги. И поэтому, кстати, многие остаются. А второе, все-таки русский язык окончательно вот это вот, не то, что даже уже ущемление, ущемляли это все 30 лет, а именно фактически запрет. То есть, пока не случилось, например, запрета разговоров на улице на русском, но эти разговоры, это вот нарратив, он постоянно распространялся в обществе. То есть, и люди, правда, боятся говорить. То есть, некоторые, правда, мне говорят, да ничего подобного, я спокойно говорю на русском языке, а некоторые мне говорят, что да, я там, если телефон звонит в транспорте, я его просто не беру, потому что скажешь, алло, а не халло, и сразу косые взгляды. И правда, если часто бывало такое, что одергивали, не говорите тут по-русски, это такое было. Многие рассказывали, просто частные случаи, и очень многие рассказывают это, ну вот так, конфиденциально, и боятся, что-то куда-то выйдет, и не дай бог узнают, что-то они сделали. Поэтому второе, это, конечно, русский язык. То есть, лишили исторической памяти, а потом лишили языка. И кто тогда эти люди остаются? Как бы ничего не остается? Нельзя помнить о своих предках, нельзя ими гордиться, нельзя говорить на родном языке, и что, просто жить, ну как бы это для чего, для кого это все надо? Это два момента, которые, в принципе, заставляли и заставляют людей уезжать. Просто кто-то уже сделал этот шаг, кто-то просто пока ждет и не понимает, как это сделать. И достаточно большое, большое число людей, оба вот этих факторов на них повлияли, и они готовы сорваться, но они не уезжают только по одной причине. Они говорят постоянно одну и ту же фразу. Это наша земля. На самом деле, мои предки, говорят они, жили здесь там 300 лет, 400 лет. Почему я должен отсюда уезжать? Почему я должен ее оставлять? Я нахожу, говорят они, временно выкупаться. Ну, когда-нибудь этих оккупантов мы выкинем, и наша земля останется нашей. И опять же они говорят, а кто-то же должен будет вас встречать? Такое тоже фраза бывает часто. Когда я говорю, ну слушайте, ну зачем мучиться? Ну, как бы, ну, понятно, жизнь одна, да, вот 30 лет уже, в принципе, прошло, уже все, как бы, устали, намучились. Может, надо уже уехать и наплевать, вся эта борьба или попытки чего-то дождаться. Ну, как бы, сколько лет еще вот ждать? Может, не дождетесь, может, не получится на вашем веку, дети только ваши дождутся. Они говорят, а кто встретит вас здесь? Мы же должны в тот момент выйти с цветами. Ну, как бы, так получается. То есть, два фактора, русский язык и память. Да, вот это то, что заставляет людей уезжать. И материальное положение, оно тоже влияет, но уже меньше, что-то таки я считаю. Слушай, ну, вот материальная составляющая, если все-таки ее учитывать, в стране, в которой проживает там полтора миллиона человек, которая фактически является пригородом таким дальним от такой наевшей себе щеки Европы, понятно же, что это периферия. Никакого будущего больше не будет. Основным потребителем услуг и продуктов в этих странах являлся северный сосед, которого они сейчас очень сильно разозлили. Я знаю, что даже до сих пор вот в условиях СВО и в условиях такой жуткой русофобии нам прибалты продают в год алкоголя там что-то на порядка 300 или 400 миллионов евро. Ну, то есть... Полезинная тема, я тоже не могу на это смотреть. И, кстати говоря, они продают в очень больших количествах цветы и семена. И это, кстати говоря, незаконно. Я понимаю, но сюда такими фурами все гонят. Да, там что-то в документах как будто это сквозь Россию, но оставляются здесь. Я понимаю, что это параллельный импорт или еще что-то такое, но зачем нам это надо? То есть получается... Ну, как бы ситуация двоякая. С одной стороны, мы им платим за это деньги, они покупают на эти деньги снаряды, эти снаряды летят у нас. С другой стороны, как бы, нужно и смотреть на это тоже иначе, что вроде как мы получаем то, чего мы не можем получить, и благодаря этому у нас там комфортнее живется, и мы можем тут создавать те же снаряды, чтобы летели туда. Ну, по-всякому. Ну, все равно это как-то странно. Я не могу до конца это понять, и очень, кстати, очень многие люди мне на это постоянно жалуются и говорят, почему Россия до сих пор не перекрыла все это, почему все это происходит, почему наши машины, ну, в смысле латвийские там или эстонские, почему они заходят к вам и везут к вам все подряд. Я вот в магазине Магнит, например, продается продукция фабрики Дзинтерс. Ну, Дзинтерс известная советская фабрика, там много чего поменялось, там сменился в итоге хозяин этой компании. Ну, сам факт, что столько вариантов зубной пасты, кремов, каких-то еще там косметических вещей, почему они продаются? И там цельники, кстати, достаточно большие. То есть, да, там везде скидки, 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 но если сравнить с аналогами там любыми, даже не российскими, это все равно большая цена. То есть, все равно мы у них покупаем и мы за это платим. И вот это вот, когда видишь, непонятно, или люди мне присылают фотографии, ну, вроде бы, все уже, железная дорога, мы уже вроде бы как, мы уже там все порвали, разорвали, а потом мне присылают фотографии состава. Просто просят не публиковать, потому что, ну, вычислят, что это я снял, все это легко делается. И вот там, да, Россия, там все указано, почему, как это происходит. Ну, это также нам присылают фотографии с польской границы, где цистерны с газом идут колонны и с нашей стороны туда. причем по выделенному коридору не в общий ряд становится и ждут там сутки-двое, они идут по выделенному коридору. Но мы не будем разбираться, потому что все-таки, где мы, а где те люди, которые принимают у нас в стране решения. Значит, есть какой-то резон, может быть, которого мы пока не понимаем, не видим, может быть, как раз-таки оппозиция, этот газ там жжет, я не знаю, где-то, плавя какие-то колючки, которые потом подбрасывают под колеса автотранспорта с вражинами. Пускай это останется для нас тайной, когда-нибудь мы об этом, может быть, больше узнаем. Но в целом ситуация, конечно, странная. У нас под боком есть, я говорю про нас, про Россию, есть три таких маленьких поселковых государства, которые кричат больше всего и в принципе про которых знают уже практически все, что случись что, это будут те овечки на заклане, которых просто бросят. Будут туда входить русские, не будут, это все-таки такая вещь, о котором говорить не стоит, потому что это далекое будущее. Но вот то, что когда-то произойдет тот момент, когда эти несколько жалких миллионов просто спишут, ну, это же каждому понятно. неужели те люди, которые остались там, которые не являются чиновниками, неужели они готовы пойти на это? Вот тут вот либо это общая истерия, либо общая глупость, либо просто ты знаешь, вот сгорел сарай, гори и хата. Непонятно. Простые люди переживают, простые люди это все видят, думающие люди находят возможность смотреть альтернативную точку зрения, альтернативные новости, а не те, которые только преподносятся. Они все это понимают, но как бы не могут принять решение. Ну, очень многие люди, конечно же, родились там, в Прибалтике, прожили всю жизнь в Прибалтике. Понятно, что там у них жилье, которое сейчас продать очень сложно, хотя бы, но тогда с очень большими скидками и не получить за них нормальные деньги, потому что много очень выставлено на продажу, очень многие уезжают, это, конечно, очевидно. Поэтому они понимают, но они просто уже как бы доживают. Когда это пенсионеры, я могу понять, когда молодежь не очень. То есть у меня же там тоже много родней и молодые. И они как бы, совсем молодежь, да, она планирует свою жизнь, не связываясь с Латвией, просто как бы временная такая станция, которая вроде как здесь родился, вырос, но надо еще там понять, куда. Уезжают в Европу, возвращаются, хотят в Россию, кто-то уезжает поучиться в России, возвращается, выбирают. У них немножко уже мировоззрение другое, но они были вырваны как раз уже первые вот эти родские семьи. Вот среднее поколение, когда совсем молодые, вот они еще не определились, пожилые, вроде как, ну доживем свой век, а вот среднее, оно как-то да, оно подвисло. То есть многие, в том числе мои родственники, говорят, хотят уехать. Но начинает материальная сторона пересчитывать, сколько у них есть чего там, чтобы можно было продать, и что они могут купить здесь, в России. И вот это их останавливает. Они сразу начинают думать, вот все-таки как это у нас уже возраст, а сможем ли мы, вот таких тоже много, к сожалению. Но они переживают, они понимают, что все идет к войне, и Прибалты эту войну, прям, ну власть прибалтийских публик, они ее просто приближают, они делают все для того, чтобы она случилась. И вот эти вот последние истории, сейчас, кстати говоря, проходят учения военные, там прям мне присылают столько роликов, там просто столько мата, что я не ставлю у себя мат в канале. Поэтому я скрипя сердце откладываю в сторону, но они прямо настолько агрессивны, я имею в виду военные, которые проходят на этих учениях, агрессивно себя ведут в городской среде, показывая какое-то свое вот это вот превосходство и угнетают местное население, что люди прямо за кадром, ну как бы даже говорят все, что они думают по этому поводу и боятся, да, просто понимают, что все подошло к такой точке невозврата, еще чуть-чуть и все, и как бы дальше видимо уже и не сбежишь, тем более, что границы могут в любой момент закрыться, это вот тоже такой момент, который все тоже понимают и хотят успеть, но могут и не успеть. Вот ты сейчас обозначил контур моего последнего вопроса на сегодня, если бы сейчас вот единоразово Евросоюз, НАТО и те, кто стоит за этим, сказали, мы больше не хотим воевать, давайте мириться, ну или давайте замораживать конфликт. И заморозили бы этот конфликт. Вот вернулись бы эти три страны более-менее нормальному режиму, когда и русскоязычных терпят, и туристов принимают, или этот момент уже пройден, точка невозврата она пройдена. Я думаю, что самые ярые, самые ответные националисты, они очень быстро переобуются. Это они умеют делать, они это доказывали на протяжении уже веков, даже не века, а веков. Они, конечно же, переобуются. Самые такие в лужу сядут те, кто такие идейные, повелись на эти нарративы, пошли как стадо за этими людьми, которые постоянно на Россию, на русских и так далее говорили все. Вот они будут, да, они сядут в лужу, они не смогут понять, что произошло. Надеюсь, что они умотают, как это было уже в истории, куда-нибудь в Канаду или в Латинскую Америку или еще куда-то в Австралию, и там переждут еще последующие 50 лет и будут пытаться понять, что произошло. Потому что, да, все вот эти крикуны, все эти ястребы войны и войны особенно с Россией, они, конечно же, переобудутся, я просто в этом уверен. Ну, часть из них умотают в Европу, где у них уже все приготовлено, как там тот же Лансбергис, у которого в Греции особняк, и сейчас вот за это, кстати, Пинар, тоже. Ну, они все быстренько смотаются. Тем более, что они сейчас проводят эти все учения на предмет того, как бы, как будем уезжать, убегать из страны. Литовцы как вообще целиком страну переселять хотят в случае чего. Ну, это просто власти как бы себе отходные пути. А в Латвии самолеты реально есть как бы план на такой случай. Подготовлен будет самолет Айр Голтик, туда сядут всех, вот эти вот, которые совсем не смогут уже примириться с ситуацией. Точнее, мы их не простим. Они тоже улетят. Ну, самые ярые отпеты переобуются, достанут партбилеты, что называется, свои, и снова будут говорить, что нет, нет, мы никогда так не думали, но мы просто должны были так делать. Я даже думаю, что очень многие мои коллеги, которые сейчас переобулись, которых я не узнаю совершенно, я думаю, что многие из них тоже так сделают, скажут, я специально, это я не, как один товарищ, а не товарищ, сбежавший в ту сторону сейчас делает и доказывает, что я брал интервью, но я же ничего не говорил, это те, у кого я брал, говорили, я просто пытался их раскрыть, но он сейчас в обратную сторону работает, а тут получится то же самое с этими прибалтийскими журналистами, коллегами, которые сейчас берут интервью, даже, ну, если про Латвию, даже Лайма там или какой-нибудь актер, господи, даже не хочу вспоминать его фамилию, который на всех гавкает и Россию тоже поносит, он же потом тоже скажет, скорее всего, что я же просто их раскрывал, чтобы вы знали, какие они плохие, а я журналист, я тут, тройной агент, под прикрытием, который сейчас там, я думаю, он тоже с концов так же скажет, да нет, это я специально делал, я оттуда-туда уехал, чтобы показать, что их, на самом деле, я ваш, я специально все делал, чтобы найти, вытащить, как бы, привлечь к себе все-все-все вот это вот отребе, а потом бы их показать, что вот это, это они тоже, они хотели переобуться, но я знаю, что они не такие, у меня есть доказательства, ну, такие агенты, да, все, тайные, так что, и опять же, это русская душа, наша, хоть я наполовину грек, все равно и русский грек, и наша русская душа, ну, а ты, соответственно, с немецкими корнями, она такая, что мы все равно всех прощаем, видимо, это такая у нас была всегда судьба, обидно, что потом за это приходится платить, но такие люди широкой душой, почему нет, сейчас уж так повелось, можно и прощать, но в какой-то момент и не всех, как бы, нужно, конечно, тоже не забывать, поэтому я тоже в своих публикациях часто отмечаю, чтобы не забыть, вот, пожалуйста, этот человек, запомните, что он говорил и сделал. Хорошо, Алексей, спасибо тебе большое, мы немного раскрыли эту тему, я понимаю, что нам можно говорить часами и часами, но мы приближаемся к тому часу, который мы себе выделили на это интервью, к завершении этого часа, я надеюсь, что те, кто смотрит нас, кто смотрит вас, подчеркнет отсюда некую информацию, которая поможет ему определиться с выбором, с определением судьбы, с определением следующих шагов, и эти шаги не принесут ему разочарования, этому человеку, потому что самое главное, самое большое стремление в нашей жизни это не навредить, и мы хотим, чтобы то, что мы делаем, может быть, никому и не поможет, но главное, чтобы это не навредило, чтобы уберегало человека от каких-то поступков, либо наоборот, может быть, где-то смотивировало его сделать тот правильный шаг. А всем, кто хочет получить информацию, если он примет этот заветный шаг и решит переезжать в Россию, приходите к нам в гости, в путь домой, задавайте вопросы, смотрите интервью наше, смотрите интервью Алексея, давайте интервью нам и Алексею, чтобы как можно больше людей узнало о том, что существует такая возможность переехать в Россию, и не все так страшно. Спасибо тебе, Алексей, спасибо всем зрителям, всего доброго и на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова